А сейчас подробности. В минувшие выходные возле санатория «Радуга» прошел районный молодежный туристический слет, посвященный Году мира и созидания и 700-летию со дня основания города Лиды. Он объединил работающую молодежь региона, почти 200 участников. Молодые люди не только приняли участие в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, но и пообщались с представителями местных органов власти. На открытый диалог, который состоялся в формате встречи без галстуков, приехали председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник, заместитель председателя райисполкома Геннадий Владыка, председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Велуш и начальника дела идеологической работы по делам молодежи райисполкома Анна Кент. Беседа получилась искренней и непринужденной. Видно было при общении, что молодежь заинтересована, она такая живая, все внимательно слушались, задали вопросы. А это говорит о том, что им не безразлично. Тем более, что их сюда выдвинули трудовые коллективы. Некоторые высказывали даже пожелания о том, чтобы команда имела большее количество участников, не просто 11, 12, 13, как у некоторых. Значит, ребята заточены на результат, на победу в том числе. Ну, конечно же, вот у них была возможность задавать такие вот любые неформальные вопросы. Приятно было слышать вопрос, что ребята считают, что достижение успехов в той или иной руководящей должности в ранние годы – это успех. Поэтому они спрашивали, залог успеха в чем это. Был вопрос о том, чтобы увеличить предельную планку возраста, который относится к молодежи. Да, это у нас сегодня просили даже там и до 40 лет и выше. Ну, это говорит, что наши люди молоды душой и хотят участвовать в таких мероприятиях. Ну, может, мы в какой-то другой форме придумаем это общение. В рамках открытого диалога его участники говорили о патриотизме, современной молодежи, плюсах и минусах работы руководителям, перспективах развития региона и о многом другом. И когда на таких мероприятиях присутствует власть, представитель власти, конкретно сегодня был Сергей Васильевич, то это очень дает такой стимул и мотивацию для дальнейшего развития этих мероприятий. То есть каждый человек, он в зависимости от того, он, допустим, был в прошлом году, в паза прошлом, он может заметить какие-то минусы, какие-то свои предложения, добавить какие-то свои спортивные, допустим, интересы. И тогда представители власти могут в следующем году уже проработать те моменты, которые могут улучшить эти спортивные состязания. То есть добавить определенные конкурсы, определенные соревнования, чтобы люди могли по своим интересам участвовать в определенных группах и определенных видах спорта. Это очень развивает турслеты, делает их более энергичными, интересными. На нашем молодежном туристическом слете, посвященном Году мира и Созидания, у нас состоялся открытый диалог с председателем Лицкого райисполкома Сергеем Васильевичем Мужичниковым. Каждый представитель команды мог задать интересующие вопросы. Вопросов было очень много. Трудно ли работать с председателем, какие у него здесь фишки, каким видом спорта он занимался. Мы, как представители строительной отрасли, также задали свой вопрос. Так как активно развивается и строится новый микрорайон «Север», мы задали вопрос, когда будет строительство общеобразовательной школы. Сегодня, наверное, первый раз, когда приехал Сергей Васильевич, и он на самом деле поддержал всех, дал им надежду на светлое будущее. И само собрание, то есть организация сама, она действительно ценится, ценится и работниками, и сотрудниками. То есть все с большим удовольствием приезжают, принимают участие, как бы знакомятся. То есть проводя все вот эти массовые мероприятия, коллектив больше становится сплоченнее.